Я вас приветствую, братцы и сестрицы! Спасибо, что вы посмотрели мой предыдущий первый ролик в качестве звукоблогера. Благодаря вам огромное спасибо! Он набрал уже за три дня 13 тысяч просмотров. Там куча лайков, куча комментариев от вас позитивных. Спасибо! Если бы не вы, то я бы так не вдохновился на этот второй ролик. Ну и там меня упрекали в комментариях за то, что очень много болтовни. Собственно говоря, я это учитываю. И этот ролик будет чисто технологический. Никакой болтовни, сплошные цифры, технологии, техника и тому подобное. Вот. Ну, решил я поговорить во втором ролике о самой насущной проблеме, которая на всех форумах, у нас уже там лет 10, номер один обсуждение, в какой частоте самплирования записывать. 44 или 96. Вот. И самый весомый аргумент у тех, кто говорит, что достаточно 44, что разницы не слышно в записи 44 и 96. И это действительно так. Вот. Когда я записываю, скажем, исходный трек, 44 и 96, скажем, вокал, там, не знаю, барабаны, я разницы в слепом тесте, скорее всего, не услышу. Я слышу вроде как чуть-чуть какая-то она мизерная есть, но в слепом тесте, скорее всего, если вы меня попросите, поймаете, то я посыплюсь. Вот. Но что у нас самое-то главное, что не учитывают эти люди, которые говорят, что разницы нет, что в большом проекте, уже вот когда у вас много шин, параллельных обработок, компрессия, мастер-шина там из 10 плагинов, подгруппы всякие там идут, накапливается, накапливается, накапливается всего вот этого, и тогда разница слышна. То есть вот разница проекта, понимаете, да, разница обработки в 96 и в 44 слышна. И я вам сегодня даже с примерами это покажу. И еще один весомый аргумент, что все равно же люди слушают 44, тем более пожатое, но, друзья, тоже вот этого мало кто понимает, и никто этого не учитывает, что если делается весь проект в повышенной частоте, а потом конвертируется в пониженную, потери намного меньше, чем если мы делаем постоянно только в пониженной частоте. И это можно теоретически объяснить тем, что при повышенной частоте, когда у вас весь проект, вот все там 150 плагинов на повышенной частоте работают, они работают без оверсэмплинга, потому что на самом деле оверсэмплинг тоже может носить по грехе, а также артефакты алясинга, которые особенно в плагинах сатурации, в эквалайзерах работают, они сдвигаются в неслышимую область спектра, и тоже файл становится чище. Сейчас я вам это наглядно покажу. Берем какой-то абстрактный проект, вот у меня остался от последнего сведения, и вместо вокала вставляем тест-генератор. Причем делаем два тест-генератора, интермодуляционный тест, потому что тест на интермодуляционные искажения, он самый строгий. Смотрите, вставляем в первый канал, ну, допустим, 4 кГц, и второй тест-генератор, ну, допустим, 3900. Вот. Это самый строгий тест для любой аппаратуры, это именно на интермодуляционные искажения. И смотрим по спектру анализатора, что у нас получается. Вот, смотрите, сейчас у нас частота проекта 44100. Вот, собственно, у нас есть разница этих частот. Вот 100 Гц, вторая гармоника от этой, третья, четвертая, пятая, шестая, смотрите, вот видно. Еще там какая-то на уровне почти минус 60 децибел у нас верхняя гармоника в районе 12 кГц. А 12 кГц это как раз вот то, что за чистоту, так сказать, чистоту и прозрачность, то, что вы любите все, так сказать. Вот. Ну и давайте сейчас переключаем проект на 96. Та-дам! И смотрите, пятая, шестая, седьмая и прочее ушли на уровень шума. Практически исчезли. Вот это вот верхняя, район 12, самая громкая из верхних, она стала практически на 15 децибел тише. В несколько раз тише. Вот, это настолько наглядно, мне кажется, что трудно после этого не согласиться, что существенная разница в проекте в 44 и в 96, и что наглядно видно, что что-то поменялось. Причем это все не на уровне тараканов, а вы видите там минус 60, минус 70, минус 80. Это вполне все находится в слышимом диапазоне. Вот, друзья, ну и давайте перейдем к следующему эксперименту, послушаем, как звучит композиция, проект вот такой вот в 96 и в 44. Особо дотошные, конечно, упрекнут меня в том, что это не совсем чистый эксперимент. Чистый эксперимент был бы, если бы мы записали изначально в 44 один проект, также записали бы его в 96, и послушали бы разницу. Ну, не знаю, но мне кажется, это несуществимый эксперимент. Это надо какие-то сплиттеры организовывать, чтобы сразу в две системы записи ставить. Это два компьютера разных, одна в 44 и в 96. У меня такого нет, такой возможности. Я думаю, что никто не в состоянии такой эксперимент потянуть и организовать чисто организационно. Поэтому я сделаю проще. Я возьму проект 96, потом его копию в 44, конвертированную из 96. На самом деле это даже более строго, потому что по моим убеждениям, по моим рассуждениям, 44 полученное из 96, логика в принципе та же, оно более качественно звучит, чем изначально записанное в 44. То есть это будет даже более строгий тест. Понимаете, да? Потому что 96 для 44 это как бы оверсемплинг уже. Там же еще оверсемплинг, это конвертация, скажем, восьмикратный. То есть это вообще бешеное будет оверсемплинг для того, чтобы получить 44 из записи 96. То есть качество мы не теряем, мы получаем очень качественный файл 44, пригодный для теста. Я считаю, что это корректно. Давайте послушаем. Вот, друзья, я открыл какой-то проект, который я делал для другого ролика, который выйдет скоро. И давайте послушаем 96. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну вот сейчас сделаем файл 44, то, о чем я говорил. Довольно шустренько. Так, слушаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, друзья, вы скажете, что разница небольшая, согласен. Но я в слепом тесте ее слышу. Я вот с этими файлами себе устроил слепой тест, отличаю. Значит, разница есть. К тому же мы с вами, ребята, занудные, дотошные, педантичные. Умеем делать хорошо, хотим делать хорошо, хотим быть лучше всех, хотим делать максимальное качество. Поэтому я считаю, надо делать. Также, конечно, YouTube сжимает качество, компрессирует. Поэтому я оставлю ссылочку под видео на файлы. Вы можете послушать сами, дотошно покрутить, посравнивать. Вот. Еще я хотел вам еще одну штуку показать. Вот смотрите, что происходит, друзья. Про трупики я хотел вам рассказать. Слушаем 44. Смотрите. Плюс 0.8, плюс 0.09. А теперь слушаем 96. Даже до нуля не доходит. Вот. Это тоже довольно интересная история. Смотрите, давайте я вам нарисую, что происходит. Вот, допустим, у нас есть наш файл. И в нем какие-то вот замеры идут, 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 идут. Вот, допустим, это файл 44. И вот смотрите, у нас, когда вот здесь вот, допустим, есть два замера, и интерсемпловые настройки в конвертере будут, смотрите, как делается. Вот они будут вот такие вот точечки. Раз, 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 раз. И вот у нас, видите, эти точечки, они вылетели за ноль. Вот видите, вот эти точки выше нуля. Это так называемые трупики, которые вот мы сейчас с вами замеряли. Которые как бы выше нуля при воспроизведении. Конечно, хорошие конвертеры умеют с этим справляться, но тем не менее на бытовых может что-то возникнуть. Вот. И если у нас файл наш 96, то есть, смотрите, вот этих вот наших точечек в два раза больше, чем 44, ну там, даже больше. Смотрите, вот эта точечка, которая у нас осталась в файле, она не вылетела за ноль. Вот такая вот история. То есть, получается, что файл 96 можно чуть-чуть даже агрессивнее сжимать. Вот такая вот история. В этом тоже есть большой плюс. Ну, а если сжимать так же, то меньше трупики. Следующий аспект, что вы скажете, что можно включить оверсэмплинг. Но на самом деле его во многих плагинах нет, причем во многих ходовых, которые нужны, от которых не откажешься. Не знаю, у меня в проекте половина, это минимум, где нет оверсэмплинга. Вот. И более того, даже в плагинах с оверсэмплингом тоже всякие проблемки есть. Один мой коллега делал исследование, смотрел прям графики тоже и волны, когда включен оверсэмплинг, не включен. И некоторые плагины выдают очень некорректные результаты, смазывают атаки и прочие неприятности. Тоже алиасинг, дополнительные какие-то гармоники возникают. И он сделал вывод, что лучше работать без оверсэмплинга в повышенной частоте. Вот. Ну и более того, что, допустим, если мы включаем в половине плагинов оверсэмплинг, то мы все равно ресурсы компьютеры очень сильно нагрузим. И какая разница тогда, лучше можно без оверсэмплинга в 96 делать, и будет то же самое, и качество будет точно хорошее. Ну и, конечно, понятное дело, что ресурсов много требуется для того, чтобы писать, сводить в 96. Ну, ребят, если мы профессионально занялись своим делом, то надо купить свой инструмент хороший, как минимум там i9. У меня вот этот компьютер i9, даже не самый свежий, 10-го поколения, нормальненько тянет, сложные проекты, без фризов, в 96, без фризов, очень много дорожек, там скрипки, синтезаторы, барабаны, не знаю, линейка под 80, наверное. И плагинов, ну, примерно 150. Ну и давайте, друзья, нарисую вам самую наглядную картинку из которой должно быть легко понятно, что происходит у нас на пониженных частотах. Смотрите, что происходит с файлом при, допустим, эквализации. Делается так называемое быстрое преобразование Fourier. Это когда вот наша вавка, у которой по одной оси замер, скажем, 96 тысяч раз в секунду идет замер амплитуды, то есть по одной оси время, по другой амплитуда, преобразуется в другой вид. Делается так называемое преобразование быстрое преобразование Fourier. И получается, ну, грубо говоря, такие таблицы, матрицы, где у нас по одной оси частота, а по другой оси амплитуда. Ну, это грубо говоря, на самом деле там еще фаза, и более того, еще эти файлчики разбиваются на фрагменты частот, то есть делается такими блоками с перекрытием, потом это перекрытие усредняется. Но давайте сейчас более упрощенно, допустим, возьмем один из таких блоков, я вам сейчас схематично нарисую. Вот, допустим, что у нас вот этот вот файл с этими клеточками обозначает частоту и амплитуду. Вот, смотрите, по этой оси у нас будет амплитуда замера к одного там из, даже уже не 96, там после преподавания Fourier там пополам делается. А по этой оси частота. Ну и, например, вот наш файл, это вот такие вот точечки. В каждой клеточке они у нас есть. По частотам все разложено. Рисуем. Ну, не буду там досконально. Вот, значит, такой вот файл у нас есть. И что происходит, когда мы, допустим, повышаем эту частоту эквалайзером, или там понижаем, или в процессе тюнинга вокала, допустим, двигаем ноту. Вот, смотрите, что происходит с этим файлом. Вот у нас вот частота вот так разъезжается. И смотрите, что произошло. Вот эти две точечки уже у нас через один замер получились, через квадрат. То есть, понимаете, что происходит? Мы потеряли один промежуточный замер. И фактически у нас получается, что разрешение нашего файла стало в два раза меньше. Понимаете, что происходит? Еще раз, друзья, давайте проговорим. Смотрите, что произошло. Мы в процессе каких-то преобразований, там, не знаю, эквалайзер, тюнинг, растягиваем, сжимаем этот наш файл. И вот эти вот наши замеры могут потеряться. И получится так, что у нас осталось там через один этот замер. И фактически у нас разрешение файла уменьшилось в процессе обработки звука. Понимаете, да, что происходит? И мы таким образом получим реально, даже работая в 96, после вот этих всех обработок, тюна уже не 96, а сколько-то там поменьше. И вот для того, чтобы в процессе обработки мы остались в рамках приличия, в рамках того, чтобы там за пределы человеческого слуха не выходить, нужно работать в повышенной частоте. По-моему, вот, понятно, по-моему, да, объяснил? Следующий аргумент, который против 96, часто я слышу, что в ПАПСе, например, все равно же все сэмплы в 44. Какой смысл писать в 96, если у нас все равно исходники в 44? Ну, смотрите, во-первых, в современном продакшене, в ПАПСе используются не обязательно сэмплы, а очень много алгоритмических синтезаторов, которые генерят звук непосредственно в процессе воспроизведения. И я от многих попсовых аранжировщиков и продактеров слышал, что в 96 прямо вот эти вот плагинные синты круче звучат. Во-вторых, тюн вокала. Это очень важная штука. Если мы имеем запас по частоте сэмплирования, то в процессе тюнинга вокала как раз это именно то, что я вам рисовал, происходит. ПОВЫШЕНИЕ ПОНИЖЕНИЕ ЧАСТОТЫ Мы, имея этот запас, получаем, что тюн вокала звучит лучше после тюна. А вокал для любой песни это самое главное. Даже ради одного вокала стоит. Но еще я вам показывал картиночки, что чуть-чуть больше разгоняется и меньше трупики. Так что даже для попсы есть смысл писать 96. Вот, друзья. Ну и давайте покажу вам еще один очень наглядный пример. Тюн вокала в 96 и в 44. Так, друзья. Ну вот, слушаем в 96 тюн. Причем я сделал не только выравнивание по высоте, но и по ритму тоже. Потому что в реальности так и бывает, что по ритму это тоже очень важно. Кстати, у барабанов еще такая же фигня. Вот я забыл сказать, что когда мы выравниваем барабаны эластиком, тоже в 96 дает большой запас качества, что потом мы артефакты этого эластика меньше слышим. Причем вы можете возразить, что как раз вот, чтобы этих проблем не было, лучше выравнивать двигая, так сказать, слайсы, да? Потом кроссфейдами все это делая. Нет, друзья. Вот смотрите, что происходит. Когда мы двигаем фрагменты аудио без эластичного сжатия растяжения, то мы микрогрув барабанщика мы можем потерять. Вот смотрите, допустим, удар бочки, удар малого, а между ними какая-то мелочевка идет. Там дроби, фаршлаги, мелизматика. Если мы этот весь кусочек двигаем, то мы, соответственно, этот грув, получается, выбиваем из сетки, из грува. А когда мы делаем это эластично, то все эти промежуточные мелкие, они как бы эластично вместе с грувом растягиваются и остаются в груве. Поэтому очень важно выравнивать барабаны именно эластиком. И опять же, очень важно, получается, в 96, чтобы после потерь от этого эластика звук не так сильно деградировал. Вот, слушаем 96. Такая робкая, как малое дитя, укажет путь, где ждут родные берега. Так. Открываем 44. Ну вот, я понимаю, что в YouTube, опять же, это все такие мелочи, трудно различить на слух, но файлы, опять же, приложены. Послушайте внимательно файлы. Здесь, в этом примере с тюном, даже более ярко и наглядно понятна разница. Ну и последнее сильное возражение, которое мне бы вы могли сказать, что все равно же люди слушают на затычках телефонов, просто на телефонах, в MP3, в AX, если это iTunes. Вот. Это сильный аргумент. В принципе, можно с этим согласиться, частично. Но у меня есть, что возразить. Смотрите, сейчас вот вокруг Москвы, например, 200 километров, примерно, пояс коттеджей, богатых, двухэтажных, трехэтажных, в котором в каждом, на каждом этаже, стоит хай-энд за несколько миллионов. И у этих вот, владельцев этих коттеджей есть дети, дочери, сыновья, которые, естественно, слушают на этих, на этой аппаратуре современную музыку. То есть, хотя бы вот ради этих, этого огромной армии, этих людей надо делать качественно. Ну и плюс есть просто меломаны. Вот. И еще, сейчас же, в последнее время, наушники, которые предлагаются к телефонам, затычки, стали очень качественными. Например, вот мой Самсунг с дефолтными затычками звучит настолько круто, что, в принципе, там легко различается. Уже 96 писалось, 44, ну и другие, там, аспекты, качественные записи. Я уж не говорю про, скажем, вот подобные, там, китайские затычки, вроде КЗ, а уже много молодежи ходят и в наушниках, типа, там, топовых битс, которые весьма так приближают уже к студийному качеству. Или Sony тоже есть очень хорошие модели, где все это прекрасно слышно. Так что, друзья, есть смысл, люди, есть много людей, для которых качество важно. Я уж не говорю там про меломанов, которые слушают джаз и академическую музыку. Их тоже довольно много, хотя бы ради них. Но для чего ради них? Для себя. Мы же хотим быть лучшими, мы хотим делать самые классные записи, мы хотим быть лучшими специалистами. Мне кажется, такие амбиции должны быть у каждого специалиста. Хотя бы ради этого тоже надо заморачиваться и делать максимальное качество, какое можешь на сегодняшний день. Ну и последний, и, наверное, самый мощный аргумент, что сейчас же стандарт вещания на некоторых площадках уже 96. iTunes, Deezer, Tidal, Сберзвук, какие-то слухи ходят, что эксперименты проводят с вещанием 96 и, скорее всего, перейдет к этому стандарту. Так что, это просто, друзья, требование рынка на сегодняшний день, что вы должны выдавать файл, пригодный к вещанию на любой цифровой площадке 96. Конечно, реальность, на самом деле, довольно грустная, потому что менеджеры, дистрибьюторов, которые распространяют файлы по стриминговым площадкам, они часто игнорируют вот это вот требование iTunes, Deezer, Tidal, что можно 96 и требуют у вас исходник только в 44 и в 96 не принимают. Я постоянно с этим сталкиваюсь. Но дотошные там какие-то менеджеры групп могут напрямую рассылать в iTunes, Deezer, Tidal и тогда проходит. Иногда получается отдать 96. Но, опять же, это дело времени. Это временная штука. Я думаю, что скоро до менеджмента всех этих там TuneCore и CD Baby дойдет, что надо принимать 96 и на площадке, которая принимает 96, отсылать 96. Так что, уже надо к этому быть готовым и делать 96. Это просто стандарт вещания. Ну и, например, некоторые форматы в кино тоже, какие-то многоканальные с повышенным качеством тоже требуют 96. я считаю, что ваш файл должен быть готов к любому изданию в любом виде. Это вот, мне кажется, просто железный аргумент, почему надо делать сейчас в 96. Ну вот, друзья, на этом все. Следующий ролик будет, мне кажется, даже еще более интересный и более технологичный. Пока. Пока.